Восьмый форум регионов Беларуси и России распочал свою работу. Как и летость, основные платформы масштабных мероприемств в связи с эпидемиологичной ситуацией по COVID-19 проводятся в режиме видеоконференц-сувязи. Головная тема форума 2021 – науково-техничное супрацовнество союзной державы о эпоху личбовизации. В дело обмеркования перспективной темы приняли представники Гродинского региона. Основная тема – это цифровизация, это наиболее актуальная тема, поскольку мы находимся при смене технологических укладов, и цифровая экономика – это то, что будет определять будущее наших стран. И здесь действительно необходимо консолидировать усилия и активизировать обмен совместными разработками, потому что в этом направлении работают очень много стран, конкуренция достаточно жесткая. И вот объединение наших интеллектуальных потенциалов позволяет в этой конкуренции не только сохранять темп, но, я надеюсь, выбиться в лидеров. Дальше развивать, углублять стратегическое партнерство между нашими странами. Форум «Беларусь и Россия» – это уже проводится в восьмой раз, и каждый раз мы находим новые точки соприкосновения. Да, наше партнерство зиждется на общей истории, общей культуре, общей духовности. Действительно, точек соприкосновения много, но вот этот форум позволяет укрепить его еще горизонтальными связями между регионами. Не только прочный фундамент, но и прочная настройка. В рамках первого дня работы восьмого форума регионов Беларуси и России старшинью Абылвы Конкаму Владимиром Караником в рабочем парадку было подписано походнение об межрегиональном супрационнистве по Межгродзенской области и Урадам Республики Башкортостан и администрации Томской области. Даденные документы подписаны уже российскими партнерами и передадены в Гродзенскую область по дипломатичных каналах. Походнение, продуглеживая межрегиональные совести у хандлевой экономичной, навыково-техничной, социальной и культурной сферах. Усяго у Гродзенской области заключено 25 погоднений с регионами России. И, как показывает опыт попередних встреч, форум стал той самой пляцовкой, которая позволяет поглублять стратегичное партнерство помеж двума краинами. У правотности в рамках первого дня прогучало пропаново Беларуси и России обстворение одинного реестра технопарков союзной державы. В целом же в рамках форума 2021 только с Гродзенской областью будут подписаны изнешних андловые контракты и погоднения на 12 миллиардов российских рублев. Российская Федерация для нас остается ключевым торговым партнером. Это более 50% экспорта Гродзенской области. И мы планируем и дальше развивать направление, расширять географию своих поставок, увеличивать ассортимент и номенклатуру поставляемой продукции. Но еще, наверное, более ценное – это общение научно-техническое, совместные проекты, совместные разработки, которые не только будут стимулировать взаимную торговлю, они повысят конкретно способность наших компаний на внешнем рынке за счет внедрения наиболее удачных разработок как белорусских, так и российских ученых. На сегодняшний момент мы не видим никаких проблем, мы видим заинтересованность в развитии сотрудничества. И вопрос, наверное, сейчас больше в деталях, каким образом этот процесс сделать наиболее прозрачным, наиболее быстрым. А те вопросы, которые тормозят наше развитие, припоны, они максимально оперативно снимаются. И мы видим заинтересованность как в белорусском рынке для поставки своих комплектующих, так и российских рынок заинтересован как в нашей конечной продукции. Но наше белорусское продовольствие уже пользуется давно. Спросом у любого россиян, и мы ежегодно наращиваем свои поставки. И мы видим, что российский рынок с удовольствием готов принять дополнительные объемы. Форум регионов Беларуси и России протягивается. Заключенный день 1-го липеня. Усе основные мероприемства продолжить проводятся у онлайн-режиме.